Джериха не первый опыт сотрудничества Клайва Баркера с разработчиками игр. Вышедший в 2001 году шутер Clive Barker Sundying мог похвастаться симпатичной картинкой, мрачным сюжетом и нестандартным набором оружия. Неудивительно, что он был благосклонно принят игроками прессой. Если тогда писатель присоединился к команде на поздней стадии разработки и внес лишь небольшие изменения, то над Иерихоном он трудился с самого начала. Вместе с тем, в истории о перворожденном, который пытается вырваться в мир людей, нет ничего необычного. Группа Иерихон, состоящая из людей с паранормальными способностями, отправляется в пустыню Алькали для расследования загадочного явления. Там они обнаруживают брешь в пространстве, через которую пытаются прорваться древнее зло. Чтобы обнаружить и уничтожить источник энергии, питающий брешь, им приходится пройти сквозь нее. Отряд оказывается в прошлом, где повторяется та же история. Проходя через следующую брешь, они отправляются все дальше и дальше в прошлое, и в каждом временном промежутке их ожидает все больше опасности. Не важно, чья больная фантазия породила ужасных монстров, важно, что они вполне материальны. И у Иерихона есть все силы, чтобы их уничтожить. Каждый из членов отряда обладает уникальным оружием и способностями. Здоровяк Дельгада, палит из трехствольного пулемета и атакует врагов огненным духом. Ловкая скрытная чочла, ловко орудует катаной, расстреливает врагов из пистолета пулемета и для нее фактически нет недоступных мест на локациях. К тому же она единственная в отряде специалист по магии крови. Снайперша Блэк умеет стрелять призрачными пулями, которыми можно управлять в полете, а остальные герои не менее своеобразные, а диалоги между ними радуют не только количеством, но и качеством. К сожалению, с игровым процессом не все так гладко. Авторы обожают гонять игрока по однообразным коридорам, а также запирать в небольших комнатках и заставлять отстреливаться от врагов. Учитывая, что игра разрабатывалась с прицелом на консоли, ничего удивительного тут нет. Вспомни хотя бы Area 51. Система сохранения, конечно, привязана к контрольным точкам. Аптечек нет, а здоровье персонажей медленно восстанавливается со временем. Павших товарищей можно мгновенно воскрешать, так что проиграешь ты только в том случае, если перебьют всех членов отряда. Патроны же героя получают посредством телепортации, не иначе. Впрочем, на их недостаток жаловаться не приходится. Не обошли Эрихон и Квик Мувсы, опять же, пришедшие с консолей. Суть в том, что в определенный момент времени тебе нужно нажать одну из четырех клавиш, как в Фаренгейт или последних играх серии Tomb Raider. Впрочем, коридорный дизайн локации и местами скучной перестрелки с лихвой компенсируются возможностью переключаться между бойцами. Ты волен играть любым персонажем, но иногда приходится следовать воле разработчиков. Например, выбрать колл, взорвать турели и использовать замедление времени. Взять Дельгада, включить огненный щит и пройти через огонь. Выбрать Чорчи и прошинковать врагов, которые даже не заметят тебя, если подойдешь со спины. В некоторых ситуациях отряд разбивается на группы, каждый из которых выполняет свою задачу. Соответственно, ты получаешь в свое распоряжение меньше бойцов, и сражаться с врагами приходится немного сложнее. Однако даже битвы с боссами довольно просты, и главной проблемой становятся ошибки соратников, управляемых компьютером. Спасает ситуацию лишь то, что им можно отдавать простенькие приказы. Клайв Баркерс Джериха никак нельзя назвать проходным проектом. Но, как и в случае с Порталс, налицо не до конца реализованный потенциал идеи. Шедевра не получилось, но один раз пройти игру определенно стоит.